здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем фермерствовать а чё в общем то у нас происходит во первых очень поздно завершилась уборка последних урожаев поэтому посевная была перенесена на утро одно поле засеяно а вот эти вот поля еще не засеяны а плюс после них же надо чизелить было мы в что выращивали сорга и кукурузу поэтому в общем то ездят они чизелят одно поле уже готово к посеву сейчас поставим посев одно поле будет еще видимо не скоро потому что им часа три вдвоем работать сколько три часа до с этим в общем то с полями понятно вообще друзья нам сегодня нужны деньги много денег поэтому надо продать наш кофе причем довольно оперативно у нас есть его 5 миллионов 19 тысяч литров отправляем всех я тут про посчитал сколько надо кому съездить короче все четко даже малыша от этого отправляя им правда всего два раза съездить но пускай едет этот трактор тоже пять раз едет и даже джесси бишка поедет кататься все едут man само собой тоже едет и конечно же самый большой вместительный man тоже едет все едут кататься возить кофе также друзья я взял два жирники контракта уборка самых больших полей которые есть на карте 80 и 64 64 уже убирается тут растет подсолнухи работают оба наших комбайна я им даже вот такие вот жатки прекрасные взял в аренду кто-то может конечно возразить мало зачем потому что есть кукурузная жатка которая у нас куплена початка собиратель вот такой вот большой на 12 метров но друзья если вдруг кто не знает в жатках есть специальные жатки для подсолнечника вот такого типа они собирают только подсолнечник но у них скорость уборки 15 километров в час а это в полтора раза быстрее чем там а время деньги сами знаете короче я арендовал вот две жатки пускай они очень-то собираются ну и большой man на 520 кубов у нас работает здесь все это дело мы отвезем сначала на склад а потом продадим точнее отвезем по контракту излишки продадим да что я друзья в общем-то задумал сделать во-первых у нас есть фермерский рынок он работает мы заполнили только одну его часть заполнена которая работает тут у нас продажи всей фигни которая у нас растет в водах и на теплицах тут в общем то еще всего хватает но я еще подвезу потом также друзья есть еще одна часть я вам ее показывал тут всякое разное у нас растет растет продается да и в общем то есть у нас мед воск мыло рожек для камина свечи это в общем то надо сделать на производствах хрен с ним не будем этого делать пока что по крайней мере может быть когда-нибудь дойдем также есть урожайные штуки картошка свекла морковь лук арахис клюква в общем то это все дело кроме картофеля я решил посадить потому что картофеля надо специальную сейлку брать короче не хочется плюс она на жидких удобрениях там плюс лучше это картошкой засаживать они семенами хрен с ним без картошки обойдемся а вот свеклу морковь лук арахис и клюкву я решил посадить клюкву уже посадил и на два оставшихся поля разделим свеклу морковь лук арахис но в следующий раз соответственно соберем посмотрим что к чему также сюда можно привести кучу всяких тюков квадратные тюки сено солома трава силос и круглые тюки сено солома трава силос у нас на самом деле тюков нету у нас есть много всяких этих ингредиентов и их можно будет просто взять и затюковать сюда это все дело позакидывать но сделаем это все друзья в следующий раз все сразу запустим если вдруг кому интересно на сегодняшний день рынок нам приносит 397 тысяч в день это вот именно продажа садов теплиц и всего прочего пускай в общем-то продается продано тюков есть у меня 97000 это я брал контракт на 77 поле лаванду я отсюда собирал лишние тюки в общем-то ноги морой на контракт излишки с урожаев вот пожалуйста 279 тысяч доходы по контрактам почти миллион обслуживание техники 23000 это вот так вот все также друзья по топливному заводу надо будет его немножко заполнить мы как раз вырастили сорго и вырастили кукурузу принципе и силоса можно докинуть и сахарного тростника можно докинуть этого мы сделаем чуть попозже так кофе потихонечку продается прекрасно коров у нас не убрано 107 штук уже есть чистота страдает потом друзья уберу не на запись я все забывают от мод поставить еда у них пока что есть солома вода вроде как есть есть 100 кубов навоза есть жидкий навоз молока 39 кубов в общем-то ладно все нормально по садам теплицам что у нас в теплицах и менюшка выскочи ты ж только что была во надо будет потом докинуть воды опять таки я это сделаю за кадром всего остального хватает в садах же можно докинуть компоста всего остального пока тоже хватает как я уже говорил да я это буду делать за кадром нет такая монотонная работа вам она вряд ли интересно это уже в роликах было погнали еще по заводам пробежимся что к чему значит первое алко и металл опять-таки не знаю в чем прикол проблемы с электричеством здесь есть медный лист прям даже отключена она все отключено электричество кончилось наверное имеет смысл не знаю ладно пока что нам на самом деле это производство не сильно важно хотя медные листы нам нужны она кое-как пытается работать и даже работает алюминиевого листа вот 9 кубов уже произвелось медный вообще не хочет но это ладно это производство у нас тоже стоит хотя вот она кстати сейчас зашуршала а стала активным опять-таки были проблемы с электричеством видимо сейчас она перекинулась сюда это самое электричество тут в общем-то потихонечку все работает пока еще не заполнилась поэтому я не повезу это все дело продавать это уже попозже сделаем моносмесь сена тоже у нас делается пока что есть вывозить его оттуда смысла нет денежки за кофеек падают тоже прекрасно по поводу электростанции надо посмотреть что у нас тут по угольным они коптят значит работает а я наверное знаете как решу проблему с электричеством когда у нас будут деньги в принципе это сегодня можно будет даже сделать я поставлю сразу здесь все вот эти вот угольные модули на все свободное место и все их запущу угля у нас много они потихоньку работают тут все нормально потом отправлю их заполнил может быть кстати даже сегодня сделаем почему вы собственно и нет она с этой территории понятно погнали на другую а именно к нашим заводам которые у нас стоят здесь значится что первое посмотрим молочный да друзья я знаю что можно через меню это все посмотрит на мне вот хочется вам вот на завод прийти и там это все рассматривать значится насколько я понимаю здесь у нас все забил сливочное масло все забито сметана все забито послушайте смотрите ка сыр у нас производится это один и тот же сыр что из козьего молока что из коровьего нет смысла заводить косвы для молока вообще все значит и не будем тут вопрос снят короче говоря у нас все забилось электричество здесь теперь вообще на полную катушку значит она сюда не поступает далее заводик который пмс наш мусороперерабатывающие производится тут упаковка электричество еще 27 кубов осталось то есть две угольные вот эти станции производят электричество меньше чем потребляет завод мы сюда высыпали 60 кубов и она идет в минусе это самое электричество значит первое первое что мы попробуем сделать это поставить угольные вот эти вот штуки все поставить сразу 8 если потом со временем их не будет хватать то мы перейдем на топливные поставим несколько топливных заводов в общем-то разберемся стекла тут за последние сутки выработал всего лишь два куба прям очень мало эта проблема потому что стекло нам надо нам надо еще 10 кубов стекла чтобы завершить стройку вообще стройка началась у нас прошлый раз и уже вот тут вот что-то даже и построилась но закончилось стекло надо еще 10 кубов стекла сюда и завод построен на 60 процентов это у нас медный завод будет стекла пока нет поэтому смысла тут рыпаться нету в конце дня посмотрим может быть еще что-то будет то есть дела у нас обстоят как-то такая но электростанция погнали тоже посмотрим что у нас с электростанцией но я вижу отсюда что трубы коптят то есть они обе работают и угля там еще в принципе хватает все хорошо в общем то друзья у нас сейчас продается кофе это не самое быстрое мероприятие которое конечно только можно придумать ждем пока он весь продастся и тогда уже будем играться а ну и конечно же надо поставить посев где наш сел кого-то на первое что начнем сеять это вот это замечательное поле тут у нас вот впереди есть дорожка наверное от нее и будем отталкиваться в качестве от разделения скажем так поля на две части да кто-то скажет на хера поля объединял вот захотелось мне тогда в принципе это удобно когда это одна культура значит смотрите что мы делаем мы говорим ему вот отсюда вот построить маршрут вот с этой вот точки а запустим его вот с этой точки и он доедет до конца потом сделаем то же самое с обратной стороны вот тут у нас как раз маршрут начинается и вот с этой точки точнее не начинается но вы поняли с этой точки давай друг едь катайся сей свеклу вроде бы все все работают а мы просто пока ждем но вроде как не сильно долго из пяти продали почти 2 миллиона литров нормально и так друзья продается у нас последний кофе и вроде как денежков будет ровненько впритык на нашу покупку что я собрался купить принципе по названию ролика вы наверное уже догадались мы сегодня опять будем заниматься пиротехническими развлечениями сегодня мы друзья будем взрывать вот эти вот скалы с галенитом в общем то этот материал нам понадобится для производства свинца и серебра я ни разу еще этого не делал здесь на самом деле смотрю не не очень то все удобно я не знаю какие здесь будут побочные скажем так продукты просто камни или просто здесь будет галенит и все поэтому технику я пока сюда никакую не гнал кстати вот лежит подарочек надо будет как-нибудь кататься их пособирать так вот друзья давайте в общем то начинать я сюда пригнал нашего вот этого вот товарища с динамитом ну как раз полностью забился еще пару динамитин там осталось но предварительно друзья надо купить эту территорию я друзья подумал о том что мы ее купим сейчас все повзрываем то что нам надо будет она 9 миллионов 809 тысяч стоит а у нас есть 9 миллионов 900 тысяч почти тютелька в тютельку короче говоря взорвем все и территорию то продадим как бы она нам больше не нужна будет до конца прохождения поэтому эти деньги мы обратно вернем покупаем эту территорию 90 тысяч остается ну ладно ничего страшного открываем вот эту вот дверцу и берем одну динамитинку и идем поставим ее куда-нибудь и взорвем и посмотрим что из этого выйдет давайте начнем с самых правых вот этих скал жалко сюда вплотную нельзя подъехать будет потому что если здесь будет какой-нибудь гравий оставаться я честно говоря без понятия как его отсюда забирать бзды пошло должно скоро бабахнуть ща посмотрим бабах вот собственно наш глинит один камешек 25 тысяч литров и есть груда гравия в общем-то гравий надо будет отсюда забирать камни надо будет отсюда забирать вообще всего мы это дело будем отвозить на наш сталелитейный завод там это все дело у нас будет перерабатываться вот сталелитейный завод производства свинца серебра мы можем миллион литров сюда этого самого глинита запихнуть а миллион литров это 40 камней немного так что возможно мы обойдемся парой взрывов любом случае надо отправить сюда технику во первых нам надо отправить туда трактор с фрезой я там создал точку как раз глинит призу с прошлого раза не сложил она тут крутится но ничего страшного сейчас как раз и сложим давай друг едь на глинит твою мать 15 минут ему туда ехать также наверное вот тебя мы отправим чтобы именно сюда этот гравий загрузить глинит давай едь туда я не знаю понадобится на мне там еще один монет надеюсь что нет если вдруг понадобится мы знаем где его взять и друзья нам нужен еще один прицеп с которым мы в общем-то уже знакомы я не помню сколько сюда 70 камней по-моему влазит или 30 мне почему-то кажется 37 но это неправильная цифра грузовика ему возьмем в аренду и свои жалко на это тратить так что ты друг давай тоже едь на глинит а пока они туда едут можно кстати еще и с топливным заводом разобраться во первых во первых у нас тут много топлива можно отвести 100 кубов на электростанцию раз у нас там есть проблемы то можно отвести значит что сюда надо привести сорга тростника 270 кубов кстати как раз влезет грузы можно вот 140 кубов товарища отправить силоса 270 не влезет но можно чуть-чуть подождать или ладно я потом этим займусь хотя чего ждать давай едь все будет нормально и ты давай вези кукурузу осилоса сорга чуть попозже отвезем что мы кстати вообще собрали сорга мы собрали чуть больше миллиона с двух больших полей кукурузы собрали мало 384 куба пока хватит пока все нормально давайте посчитаем сколько у нас кто-то камней получилось блин не помню по-моему на 70 кстати эти камни можно будет если что продать лишнее нельзя будет их продать глинит нигде не продается соответственно нам нужно взять 40 камней не больше но может чуть больше если они останутся там валяться сколько получилось одного взрыва раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 я насчитал 12 3 взрыва получается мы всего делаем вообще по моему даже 13 их там получалось когда мы я могу ошибаться ладно значит всего три взрыва делаем черт я как-то центральную динамитину достал наверное вглубь мы не пойдем зачем нам идти вглубь правильно давайте вот эту вот жахнем и установился все нормально и еще одну динамитинку аккуратненько берем там уже как раз бабахнуло можно в принципе с этой же стороны вот здесь вот дальше идти все три взрыва мне кажется этого будет вполне себе достаточно глинита как видите здесь довольно много так что проблем с ним у вас возникнуть не должно его наверное столько здесь и не надо я пока не знаю куда у нас пойдет свинцы свинец и серебро я еще так далеко не заглядывал но куда-то пойдет значит вот этого товарища мы друзья отправляем на базу давай закрывай и едь на базу здесь тебе делать больше ничего с остальными сейчас приедут будем развлекаться нас тут есть как раз вот три горки куча камней но блин товарищ нас досеял и поехал на парковку и не сказал мне о том что он досеял вдруг у тебя есть еще работа куда-то поехал парковаться рано еще культивация идет конечно крайне медленно ладно мы ж никуда не торопимся да так где-то вот отсюда мы начали сеять да значит что мы делаем мы создаем новый маршрут уже с другой стороны смотрим где он идет и но на самом деле идет вот здесь хорошо это место вылезет надо ехать на обратную сторону и на самом деле сделал херню надо было просто собрать на стороны маршрут сгенерировать было бы тоже самое только с обратной стороны ну ладно уже приехал ничего страшного давай с ближайшей точки и на парковку ехать тебе потом не надо будет а стоять куда поехал свекла мышь не свеклу будем сажать мы будем сажать морковь его я надеюсь вот эти вот дополнительной культуры морковь и лук и чтобы там еще собрались выращивать арахис они не будут расти как кофе три дня а вырастут за сутки о прибыли товарищи голениду прекрасно так что мы будем делать первым наверное первым мы будем загружать камни нет первым надо расчистить гравий друзья безусловно в первом надо расчистить гравий и неплохо было бы как-то подняться туда и кстати это вполне можно сделать если вот отсюда аккуратненько вот забраться подарочек нам не мешает все нормально черт я короче да мозгов у меня друзья нету идея была а вот мозгов не было надо было вот эти вот три взрывать мы бы здесь освободили место и спокойно бы заехали но уже поздно но вот будете сами этим заниматься учтите этот момент хотя здесь тоже вроде как можно проехать не особо удобно но можно давайте вот этого товарища поставим вот здесь он у нас большой а вот этого товарища на нем мы сейчас поедем загружать этот самый насколько я понимаю там гравий а может что-нибудь и другое смертельный номер вот знаете как козлы иногда на склонах бегают но я много раз видел в интернете фотографии подобные или еще что-то в общем то включаем фрезу загружаем гравий фреза у нас супер мощная поэтому загрузит она быстро я надеюсь что она грузовик увидит грузовик она не видит не очень хорошо давайте подгоним грузовик тогда поближе вообще странно что она его не видит не особо тут место развернуться конечно есть все увидела грузовик пойдет давай загружай туда прикольно будет если места не хватит в нем так одну кучу почти мы забрали и много мы здесь набились да все три кучи и сюда точно не влезут в этот грузовик поэтому отправим еще вот этот оранжевый туда же в помощь давай едь туда а мы продолжаем тогда работы здесь и лучше конечно это все делать вдвоем а еще лучше друзья отстегнуть прицеп а то тягать за собой этот гравий такое себе удовольствие давайте вот вниз у черта я не тот отстегнул и все понеслась все оттуда его потом заберем ухты трактор даже на эту гурку поднялся охренеть вот это мощь а вроде в теории должно влезть сюда все в три грузовика точнее в три кузова охренительный пылесос на самом деле мне так нравится он давай последнюю кучку собирай собрал и даже высыпал час другой стороны подъедем наверное кузова она дотянется еще ко мне эти разбросанные падлы мешают и что-то джесси бишки как будто не хватает мощей хотя мы наверно в горку едем так с прицеп увиделся прицеп заполняется прекрасно все это мы быстро друзья пылесосим бздынь готова и у нас осталась еще одна кучка мы сейчас другой стороны подъедем оттуда он будет прям точно этот прицеп видеть включаем фрезу и быстренько эту кучку засасываем но она вся скорее всего не влезет главное на самом деле что камни все увидели слушать а может и влезет ох ты влезла зря я тогда отправил сюда оранжевого мана все так мы все расчистили прекрасно все тогда мы фрезу складываем поднимаем и едем подцеплять вот этот вот прицеп черт как страшно спускаться но вроде все нормально гравий у нас дороже всего продается на порт вашингтоне поэтому этого товарища мы отправляем на порт вашингтон логично логично ты наверно даже туда доедешь доедешь молодец все есть продавать от гравий копейки получим но надо же от него избавиться как то значит вот этого товарища с ним мы поступаем абсолютно точно также он полностью не забился даже близко нужно его аккуратненько спустить с этой горы не перевернуться но ладно у меня мозгов опять-таки мало и я рискнул нормально ты у нас вдруг тоже едешь на порт вашингтон давай едь с тобой все понятно а ты друг поехали собирать камни и кстати вероятность что после того как мы продадим эту самую территорию здесь все появится обратно вот эти скалы которые мы взорвали они зарастут потому что насколько я знаю туннели которые взрываются они зарастают после продажи территории ну что сейчас будем закидывать камешки они закидываются да они закидываются 1 из 75 штук можно закинуть на самом деле можно попробовать здесь проехаться триггер не очень удобно расположен в кузове но если прям вот пока меня вот так вот ехать потому что он под грузовиком находится в теории можно даже и по закидывать это все не на нафиг я друзья похожу побросаю эти камешки пособираю не проблема хотя вроде как можно даже под грузовиках вот так вот кидать в грузовик и они будут туда залетать да а вот этот не залетел черт хрен его даже знает куда кидать они отскакивают ладно закинем в любом случае не проблема для меня уже надоело это делать если честно их еще довольно много еще один с этой стороны фиг пойми куда они падают где не залетают где не залетают как-то вот если задом на них наезжать вот так вот то они будут засыпаться сами да ну чё-то залетает это еще надо попадать это не очень удобное мероприятие так вот и этот залетел бздынь это залетел ладно их тут осталось всего ничего этот залетел этот бздынь залетел этот бздынь залетел еще один предпоследний и последний бздынь залетел и как раз у нас приехал зерновоз сюда а ты чё сюда приехал ладно приехал он потому что я его сюда отправил едь теперь на парковку покатался молодец но вроде бы я здесь камней больше и не вижу поэтому этого мана мы друзья отправляем на стали литейный завод с загрузка пускай вот туда он едет так не может рассчитать маршрут чаете помогут я сейчас спущусь небес на землю все нашел маршрут 17 минут ему ехать но ничего страшного дома в жопе мира находимся ну и так как больше это нам территория не нужна мы ее продаем обратно за те же деньги за которые купили что то здесь еще другое было продано возможно а скорее всего динамит до скалы как видите заросли обратно и динамит который там она как бы остался в производстве в общем то ладно в механике в этой вам не надо разбираться отсюда линяем все нам здесь больше делать нечего раз уж у нас тут появились денежки давайте сделаем то что я собирался а именно поставим еще вот этих угольных штук в оставшиеся все вот эти места всунем сейчас поэтому угольного модулю угольный модуль электроэнергия во блин не очень удобно здесь ставить потому что дорога мешает но в общем то будем считать что вот это ровно 1 2 3 4 и 5 да вообще неплохо было бы наверное и на другую электростанцию их поставить погнали на другую электростанцию тоже всунем их туда ой даже вертеть не надо они в одну сторону смотрят здесь в общем то тоже тогда забиваем их полностью ставим все и последняя мздынь готова в общем то если у нас будет излишек электроэнергии то пускай он был в любом случае к этим электростанциям возможно подключиться еще потом какие-то другие заводы надо теперь уголь сюда развести на каждую это будет не очень быстро хотя если мы возьмем большой грузовик и руками отвезем то это конечно будет намного быстрее но кстати клюква уже взошла хорошо товарища все-таки отправляем мы сразу возить уголь получается ему надо будет съездить на дуке energy модуль 1 2 3 4 5 то есть пять раз с первого модуля и начнем пять раз возишь ты туда уголь давай есть буду периодически его менять сторону выгрузки да и все что у нас эти по углю угля есть полтора миллиона литров черт это получается мы весь уголь сейчас то и потратим надо будет ехать затариваться углем не проблема съездим затаримся а потом еще этот уголь надо будет отправлять на псих электростанцию туда еще шесть раз тоже надо будет съесть но ладно пускай катается для этого парниши работы много а вот ребята то ради чего у нас все затевалось голенит еще хороший вопрос куда его выгружать скорее всего там где идет вот тут разгрузочная зона но это не точно если не здесь то я потом заколебаюсь собирать эти камни обратно всего мы привезли 39 штук бздынь да они все попадали это хорошо из аренды сдаем прицеп и сдаем ман жадки пока оставляем пускай работают и друзья смотрим на наше производство оно запустилось производство свинца серебра мы 975 кубов привезли то есть да по 13 камней падает с каждого не в общем то пускай потихонечку производится у нас свинец и серебром когда они забьются они забьются пускай значится друзья на этом эту серию закончим за кадром займусь теплицами может быть а может и нет досею вот эти вот поля завершу контракты отвезу угольное электростанцию следующий раз мы увидим принесло ли это какую-нибудь пользу и что будет по электричеству за сутки но если еще раз друзья займемся тогда фермерским рынком надо будет затюковать то что у нас лежит на складе короче говоря в следующий раз все и увидеть в общем то чтобы не пропустить следующую серию подписывайтесь на канал если вы еще не подписались если не хотите ее ждать то ссылочка на бусте в описании там уже скорее всего карьера до конца отснято тем кто поддерживает на бусте ребята огромнейшее спасибо вам за поддержку лайкусики и комментарии как обычно не забываем на этого у меня все с вами был никита делай всем покаки а